Господин председатель, признательный спецпосланнику генерального сестаря по Йемену Хансу Глюнбергу и директору КГВ по операциям Эдем-Вассорну за доклады о политической и гуманитарной обстановке в этой стране. Обстановка в Йемене вокруг него не располагает к мирным переговорам. Виной тому нестабильность в регионе, в первую очередь продолжение эскалации в Газе. Столь масштабный кризисный очаг по соседству не может не влиять на процессы, происходящие в Йемене. Серьезно подрывает мирные усилия нарастающая милитаризация Красного моря и Йеменских акваторий. Считаем неприемлемыми атаки на мирные корабли, следующие через Красное море. Призываем к немедленному прекращению обстрелов коммерческих судов и любых других действий, препятствующих морской навигации. Требуем освободить команду корабля Galaxy Leader. В то же время осуждаем удары коалиции во главе с США и Великобританией под территорией суверенного Йемена. Эта агрессия, осуществляемая в нарушении устава ООН, бессмысленна, так как не способна остановить атаки в Красном море. Более того, как и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, это необдуманное применение силы, силы странами НАТО оставляет за собой кровавый след. Многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры. Подобные нелегитимные военные вмешательства нельзя обосновать ни резолюцией Совета Безопасности 27-22, ни ссылками на право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Только 31 мая в результате ракетного удара по Йеменской провинции Хадейда, как сообщается, погибло 16 человек и было ранено еще 55, еще 35. Такие действия не только не способствуют нормализации ситуации в акватории Красного моря, но и напротив, еще больше раскручивает спираль эскалации. Призываем западные делегации осознать, для выправления ситуации, что внутри самого Йемена, что в близлежащих акваториях, необходимы комплексные политико-дипломатические усилия, а не привычные для Запада агрессивные удары. Прежде всего, необходимо добиться скорейшего прекращения насилия в секторе ГАЗа. Господин председатель, поддерживаем усилия спецпосланника Грюнберга. Убеждены в том, что не стоит ожидать, пока ситуация в Красном море изменится. Важно активизировать работу со сторонами Йеменского конфликта, добиваясь скорейшего перевода имеющейся дорожной карты, практическую плоскость и выхода на полноценный процесс межьеменской нормализации. Ситуация на земле, когда масштабные боевые действия не ведутся уже длительное время, предоставляет возможность для наращивания усилий по примирению. Немедленных действий требуют и деградирующие гуманитарные ситуации в Йемене. Нуждающимися в гумпомощи числится почти половина населения страны. Йеменский народ должен иметь беспрепятственный доступ к продовольствию, лекарствам и другим товарам первой необходимости по всей территории Йемена на недискриминационной основе. Любые ограничения на поставки гумпомощи, равно как и препятствия работе гуманитарщиков, недопустимы. Налицо хроническая недофинансированность профильных гуманитарных программ. Для исправления положения требуется сопряжение усилий всех увлеченных международных игроков. Господин председатель России, как и другие делегации, с беспокойством воспринял сообщение о недавнем задержании в Йемене 13 принятых на месте сотрудников структуры ООН. Необходимо разобраться в обстоятельствах произошедшего, прежде чем бросаться обвинениями в адрес кого бы ни было. Мы неоднократно слышали от представителей некоторых государств, что нужно дать время тихой дипломатии, когда дело касается серьезных обвинений в адрес сотрудников ООНовских агентств. Также напомню, что в свое время некоторые из присутствующих здесь членов Совета отказались осудить избиение и задержание сотрудника миссии ООН в Косово-Краснощеково. К сожалению, Совет так и не смог сформулировать четкий сигнал по поводу катастрофической ситуации вокруг Бапор в Газе, где число погибших, таких же на месте принятых гумработников, почти две сотни. Разумеется, ситуация вокруг задержанных серьезная, но принципиально важно избегать двойных стандартов при рассмотрении подобных сюжетов. Все гуманитарные работники, нанятые ООН, должны быть в равной степени защищены. Со своей стороны намерены оказывать Ханцу Грюнбергу всяческое содействие в выяснении обстоятельств получения доступа к ООНовцам. Все незаконно удерживаемые ООНовцы должны быть освобождены. Господин председатель, приветствуем деятельность миссии ООН в Хадейде, направленную на выполнение стокгольмских соглашений по еминским портам Хадейды, Салифа и Расисы. Неизменно выступаем за деэскалацию в Хадейде и поддержание гражданского характера деятельности в ее портах. Призываем стороны конструктивно взаимодействовать с ООНовцами. Готовы и дальше оказывать ее главе генералу Майклу Берри посильное содействие в работе. Поддерживаем предстоящего июля продление мандата миссии. Господин председатель, Россия продолжает поддерживать плотные контакты со всеми еминскими протагонистами и вовлеченными в конфликт со сторонами, настраивая их на проявление сдержанности, конструктивный подход и готовность к компромиссам. Убеждены, что альтернативы политическому решению нет. И при этом продолжаем считать, что Совет Безопасности должен серьезно изучить перспективу обновления международно-правовой основы еминского урегулирования с тем, чтобы она отражала реалии на земле. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова